Привет, друзья! Мнение водителей по этому вопросу разделилось на две половины. Уж там равные или неравные я не знаю, но тем не менее существует два мнения. Первое это о том, что сапун должен болтаться где-то вот там внизу под двигателем на пол шестого, да? И второе, что сапун должен быть там, куда его завод-изгравитель поставил, то есть в системе принудительной вентиляции картера. Вот сегодня давайте поговорим о системах вентиляции картера, о том, какие они бывают, о том, для чего они служат, и потом в конце вы уже сами решите, куда вам уже пристраивать сапун свой. Не свой в смысле сапун, а сапун вашего двигателя. Итак, начнем. Дело в том, что реально существует две системы вентиляции картера. Это открытая атмосферная и закрытая эжекторная, ну то есть принудительная система вентиляции картера. Для чего вообще нужна система вентиляции картера? Надеюсь, все вы знаете принцип работы двигателя внутреннего сгорания. Топливная смесь, сгорая, расширяется и сообщает поршню поступательные движения. То есть все двигатели, они устроены примерно, ну плюс-минус одинаково. На поршнях стоят компрессионные кольца, которые и держат газы, вот эти вот газы, которые сгорают в цилиндрах. И отвечают эти кольца, соответственно, за компрессию, поэтому они называются компрессионные. Они отвечают за компрессию в цилиндрах двигателя. Не поршни отвечают, то не знаю, да, а именно кольца. Поршень это лишь корпус для колец. Главная его задача не выречать и не болтаться в цилиндре, и нормально держать кольца. То есть всю компрессию в цилиндрах держат именно кольца. Количество колец на поршнях будет разное. Бывает два кольца, три, четыре, пять. Вот, допустим, на Ямзе 240-м, у него пять колец на старых образцах двигателей. То есть, да, три компрессионных и два маслосъемных. Но, тем не менее, сколько бы колец не было, пять, там, двадцать пять, сколько угодно, на всех кольцах существует тепловой зазор, без которого кольца в цилиндрах просто бы заклинили. Потому что любое вещество имеет коэффициент теплового расширения, и вот металл в этом случае не исключение. Не буду там вдаваться в какие-то долгие разговоры по этому поводу, только скажу, что, допустим, замеры коленвала производятся при температуре от 22 до 17, вернее, от 17 до 22 градусов, да, плюс-минус, там, немного. Если вы будете замерять коленвал при температуре минус, там, 30, будет один размер, при температуре плюс 40, допустим, будет другой размер, да. 10 градусов нагрева коленвала дает сотку в плюсе. Вот кольца, как бы, вот тепловые зазоры на кольцах, именно для этого и существуют, чтобы они не расширялись и не заклинивали в цилиндрах. Кольца на поршнях ставятся по-разному, да, на каких-то двигателях под углом 120 градусов относительно вот замка одного кольца и замка другого зазора, да, одного кольца и зазора другого, по-разному ставятся. Но, тем не менее, через эти зазоры все равно проникают газы из цилиндропоршневой группы и попадают они, соответственно, в картер двигателя. И будь ваш двигатель хоть трижды, хоть четырежды новый, картерные газы все равно есть и всегда будут. И их тем больше, чем больше обороты вашего двигателя. Теперь давайте разберем непосредственно сами системы вентиляции. И вот они существуют как раз для отвода вот этих картерных газов из двигателя. Начнем с открытой системы вентиляции. На малооборотистых дизелях, типа Ямза 36, 38, 40 и некоторых других, с завода предусмотрена система открытой вентиляции картера, то есть она вполне справляется с отводом картерных газов. В этих двигателях. Там при выходе из двигателя есть сеточка, на которой конденсируются основные пары масляные, а все остальное выходит прямо в атмосферу. Это, конечно, не экологично, наверное, но тем не менее это есть. На этих моторах из-за небольших оборотов, вот допустим в Ямзе 40, да, где-то 1800, по-моему, номинальные обороты, 200 максимальные. То есть количество картерных газов в этих двигателях невелико. Ну, при условии, конечно, нормального состояния двигателя. И открытая система вентиляции вполне справляется с их отводом из картера. Только нужно вот зимой внимательно следить за сапунами, потому что они, бывает, заинивают, а бывает и вообще замерзают напрочь. То есть надо их периодически посматривать и подчищать, если что. Это вот что касается открытых систем вентиляции картера. Теперь поговорим о принудительной системе вентиляции картера. На двигателях с оборотами 4, 5, 6 тысяч и более установлена система принудительной вентиляции картера. Называется она эжекторная по названию трубки, через которую отводятся вот именно газы из-под крышки клапанов. Под крышкой клапанов стоит пластина, отсекатель. Стоит сетка на некоторых двигателях, на которой конденсируются основные пары масла. А на дне отверстие, которое через эжектор, тонкую трубку, соединено с пускным коллектором двигателя. При работе двигателя в коллекторе создается разрежение, которое вытягивает картерные газы и отправляет их догорать в цилиндр двигателя. Это, наверное, где-то экологично, но и очень сильно помогает двигателю работать. Картерные газы не создают никакого давления в картере. Выводятся оттуда все без остатка и даже немного разрежения создается в самом картере. Если вы откроете крышку взрывной гриловины масла на нормальном двигателе и приложите руку, то у вас будет ее подсасывать туда, в картер. Вот именно так работает принудительная система вентиляции картера. Вот пример нескольких систем вентиляции картера. Вот, допустим, ZMZ 405-409. Да, вот видно соединение крышки клапанов с впускным коллектором. Вот Toyota, соединение картера двигателя с впускным коллектором. Вот Ford Granada, может, что такое, помнит автомобиль у меня был когда-то давно. Двигатель у него V6. И вот соединение крышки клапанов через клапан с впускным коллектором под карбюратором. Вот, на мой взгляд, очень удачная система вентиляции картера для карбюраторов и двигателей. Прям очень удачная. А вот самая неудачная, на мой взгляд, система вентиляции картера, такая, как на ZMZ 402 и на VAS 2106, где картерные газы заходят в картер двигателя через корпус воздушного фильтра. То есть, через корпус воздушного фильтра и через карбюратор напрямую, через диффузоры карбюратора. Эта система работает нормально, ну, условно нормально, да, только пока двигатель находится в состоянии близком к идеалу. И то, какое-то количество паров, масло попадает на фильтр воздушный и оседает на стенках диффузора карбюратора. А тут уже, как бы, нечего и говорить о двигателях с большим пробегом. Тогда уже страдает и карбюратор, и воздушный фильтр. Представляете, вот эта масляная взвесь летит через воздушный фильтр, в карбюратор, через диффузор, и все там свинячит, везде оседает. Там, как бы, ну, плохо очень это вот отражается на работе двигателя. То есть, на работе карбюратора и на работе фильтра воздушного. Вот именно на таких двигателях, с такой системой вентиляции картера, и выводят сапун наружу при больших пробегах. Для того, чтобы продлить работоспособность к карбюратору, к жизнь воздушному фильтру. Да, вот, фильтр можно поменять, он стоит невеликие деньги, но у карбюратора надо снять и помыть. И это вот постоянно происходит. Кто с карбюраторами, как бы, дело имел, тот знает, что это, ну, невеселое весьма занятие, там, вот это вот все постоянно делать. Особенно, когда у вас это все маслом засвинячивается. Ну, есть минус вывода, вот, именно сапуна наружу. Особенно при двигателях с большим пробегом. Газы в картере, при, ну, уже не очень хорошей, скажем так, компрессии, количество газа в картере прорывается гораздо больше. И газы в картере начинают создавать избыточное давление. То есть, они же не выводятся разряжением, они теперь выдавливают сами себя из картера. И избыточное давление, которое создаёт газы, приводит к тече прокладок соединения двигателя. К тече прокладки поддона, прокладки крышки клапана, передней крышки двигателя. Через сальники задней и передней коренной начинает выдавливаться масло. То есть, вы понимаете, двигатель начинает плакать маслом весь. Так что, вот, изношенный двигатель, вот, моё мнение, да, изношенный двигатель нуждается в принудительной вентиляции картера гораздо более сильно, чем двигатель неизношенный. Ну, конечно, в крайнем случае, когда у вас, допустим, расход масла уже плюс-минус, да, совмещается с расходом бензина, один к одному, там, литр масла на литр бензина. То есть, когда уже реально двигателю конец, его нужно какое-то время доездить, да, а денег на ремонт нет. Ну, да, тут вариантов никаких нет, то есть, выбрасываете сапун, льёте масло ручьями, там, у него канистрами и ездите какое-то время, там, ну, добиваете двигатель, скажем так. Ну, вот, я вам рассказал о том, какие бывают системы вентиляции картера, о том, что будет, если вывести сапун наружу из системы вентиляции картера, его убрать, да. Ну, а куда там пристроить сапун на вашем автомобиле, вы уже решайте сами, это ваше личное дело. Я просто вам вот объяснил, что это такое и для чего оно служит. Ну, а на этом можно закончить. Всем пока, заходите на канал, пишите комментарии, подписывайтесь. Всем удачи на дорогах, поменьше поломок и до новых встреч на канале!